Наталья Николаевна, вот сколько сегодня, будем так говорить, выпускников школ автономии обучается в профильных вузах МЧС, либо пожарной охраны в стране? Как они туда все-таки попадают, наши выпускники, по какому принципу? То есть, я так понимаю, коли это такое специфическое учреждение МЧС, то, соответственно, с улицы как бы не берут, да? Вот расскажите поподробнее вообще, как это дела с подготовкой кадров молодых специалистов для главного управления МЧС? В системе МЧС существуют учебные заведения системы МЧС России, которые расположены по всей территории Российской Федерации. И министерство в начале года издает приказ, где утверждает разнарядку по учебным местам в наших учебных заведениях. Еврейская область не исключение, и поэтому в ряде учебных заведений нам выделяются места. Раньше это были город Москва, Академия Государственной противопожарной службы, Санкт-Петербург, это Университет Государственной противопожарной службы. А с 2013 года у нас на Дальнем Востоке создан филиал Санкт-Петербургского Университета Государственной противопожарной службы. Поэтому нам выделяются места, и мы осуществляем набор ребят, юношей, девушек в данном учебном заведении. На данный момент сколько обучаются, будем так говорить, девушек и юношей из еврейской автономии в учебных заведениях? И в этом году какой набор? Обучаются у нас более 20 юношей и девушек, и в этом году к нам прибывают 3 выпускника нашей системы в учебных заведениях в учебных заведениях. Один из Санкт-Петербургского Университета Государственной противопожарной службы, это Иванов Александр. И два из сибирского филиала данного учебного заведения, это Меньшов Константин и Путилов Александр. А вот как все-таки туда, чтобы получить направление от главного управления МЧС туда? То есть, я так понимаю, большая часть из них это все-таки выпускники профильных вот этих кадетских классов, да, МЧС или нет? Почему? Мы размещаем наши объявления на сайте, работу начинаем с начала учебного года, даже с сентября, февраля. То есть, на протяжении всего учебного года мы проводим работу с нашими выпускниками, абитуриентами, будущими наших учебных заведений. В связи с чем? Потому что это очень длительный процесс, так как ребята должны пройти медицинскую комиссию, прежде всего наших, не просто как бы два-три врача, а там углубленное медицинское обследование. И плюс, так как они будущие сотрудники, скажем так, органов проохранительной структуры, то, естественно, они должны будут еще пройти ряд проверочных мероприятий. На них формируются личные дела, и при условии поступления в учебное заведение, они уже становятся сотрудниками федеральной противопожарной службы. Поэтому это длительный процесс. А в этом году какой вот вам план набора? В этом году нам выделено два учебных места в городе Владивостоке, Дальневосточной пожарно-спасательной академии, филиале Санкт-Петербургского университета. Ребятам сложно поступать, так как специальность пожарная безопасность требует сдачи ЕГЭ по физике, математике и русскому языку. Плюс еще дополнительно ребята сдают в учебных заведениях математику и физкультуру. Естественно, предметы такие технические, они специфические, и не все изъявляют желание сдавать технические предметы, потому что это очень сложно. Но, тем не менее, находятся такие желающие, и они поступают в ряды МЧС, и потом добросовестно приходят к нам дальше служить. Так как по окончанию учебных заведений ребята прибывают в наш субъект и продолжают здесь службу, и они должны служить им не менее пяти лет. Но уже многие вернулись к нам в субъект, и многие уже стали руководителями, достойными. Так что Худжиев, Иван Сергеевич, Михайлов у нас, Евгений Владимирович, которые закончили учебные заведения и стали руководителями. Продолжение следует...